Налог на доход физических лиц хотят поделить. Региону предлагаются 10% от суммы сборов, перечислять по месту рождения налогоплательщика. Один из субъектов страны в ближайшее время направит в Госдуму соответствующий проект поправок в налоговый кодекс. Об этом сообщают известия. Это, по мнению парламентариев, будет играть важную роль в формировании доходной части местных бюджетов, особенно бюджетов поселений. Напомню, сейчас подоходный налог идет в бюджеты по месту учета организации, где работает налогоплательщик. В Госдуме же считают, что целесообразнее перераспределить НДФЛ не по месту рождения, а по месту прописки гражданина. Задать вопрос президенту сегодня в 17.00 по иркутскому времени, в полдень по московскому, начинается сбор вопросов для прямой линии Владимира Путина. Это можно будет сделать через официальный сайт президента. Ведя вопрос, задать можно будет с помощью любого мобильного устройства. Уже запущено специальное приложение. Оно называется «Москва. Путину». Зарегистрироваться можно через свой аккаунт в любой социальной сети. Эта прямая линия станет для Путина уже 13.00. Она состоится 16 апреля. Напомним, что в прошлом году прямая линия побила рекорд продолжительности. Тогда президент отвечал на вопросы 4 часа и 48 минут. Неизвестный предмет упал с неба и взорвался. ЧП произошло в Забайкальском крае, на территории дачного кооператива «Казачий хутор». По словам очевидцев, что-то упало с неба на пустой участок и взорвалось. В результате образовалась воронка. В это время на территории дачного кооператива был только его председатель. Взрыв сопровождался черным столбом дыма. Пострадал деревянный дом, который находился ближе всего к месту. Погнулась крыша, покосилась труба, внутри обрушились полки и пострадала печная окладка. Сейчас оперативные службы выясняют, что явилось причиной ЧП. Представитель Восточного военного округа заявил, что на данный момент учения в соединениях и воинских частях, которые дислоцированы в регионе, не проводятся. Об этом сообщает с телекомпанией «Альтез». Уголовное дело из-за бассейна в Тайшете спортивный объект не был вовремя введен в эксплуатацию, хотя на его строительство был заключен контракт, цена которого составила почти 14 миллионов рублей. Прокуратура провела проверку и выяснила, администрация района заплатила за невыполненные работы и затраты почти 7 миллионов. При этом объемы исполненных работ не соответствовали проектно-сметной документации и актам выполненных работ. Межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона мэру Тайшетского района. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. И снова в центре внимания экологическая экспертиза на Байкале. На заседании Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Российской Федерации депутат Михаил Слепинчук предложил оптимизировать перечень строительных объектов, которые должны проходить экспертизу. По его словам, сейчас в Иркутской области и Бурятии складывается потенциально неблагоприятная ситуация. Она связана с проведением экологической экспертизы в отношении объектов социальной инфраструктуры. То есть это касается строительства новой, реконструкции ветхого жилья, а также детских садов и школ. Таким образом, темпы строительства объектов, которые не представляют угрозы для окружающей среды экосистемы Байкала, существенно затормаживаются. По мнению депутатов, исправить ситуацию может оптимизация перечня объектов, которые подлежат госэкспертизе. Сильнее строительства Байкалу вредят разве что браконьеры. В Ольхонском районе полиция пресекает незаконную добычу омуля. В ходе специальных рейдовых мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России Хирид Булагацкий задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы. По информации полицейских, мужчина с использованием рыболовной сети выловил на озере свыше 20 особей рыбы. Сумма нанесенного ущерба составила более 5000 рублей. У меня пока вся информация к этому часу. Зрителям я напомню, если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео и фото на электронную почту. Ее адрес вы видите на своих экранах. Я же с вами прощаюсь. В эфир вернемся ровно в час дня. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова